привет мои дорогие в этом выпуске нлп подкаста мы разберемся с вами с моделью нейрологических уровней дилца еще и называют пирамида дилца или логические уровни дилца или просто пирамида логических уровней на самом деле пирамида 1 просто имеет множество разных названий давайте разбираться сразу по порядку в чем смысл этой пирамиды и в чем она может быть вам полезна потому что на самом деле здесь есть огромное количество способов и поле для творчества как вы ее можете применять в этом выпуске подкаста я вам расскажу о пяти или о шести способах применения пирамиды нейрологических уровней ну и начну я на самом деле с очень простой базовой вещи откуда появилась пирамида и очень рекомендую просмотреть именно эту часть потому что благодаря этой части вы запомните структуру уровней и вам все станет предельно ясно и понятно погнали разбираться что такое пирамида нейрологических уровней есть разные уровни убеждений есть равны разные уровни сознания и осознания самого себя и мы как люди мыслящие проживаем свою жизнь и задаемся разными вопросами на разных уровнях и проще всего объяснить модель нейрологических уровней на взрослении и появлении вообще любого человека на свет роберт дилтс наблюдая за своими детьми смог структурировать нейрологические уровни хотя придумал их не он придумал их грегори бейтсон грегори бейтсон утверждал что есть разные уровни осознания например уровень окружения или уровень убеждений или уровень верования давайте идти по порядку когда маленький человек появляется на свет выходит из утроба матери он попадает в какую-то среду это окружение это пространство кто и что окружает этого человека потом ребеночек начинает немного расти немного развиваться и у него начинает появляться поведение то есть он в этой среде в этой непривычной для него среде начинает себя вести каким-то определенным образом после того как у нашего ребеночка есть определенное поведение у него появляется стратегия ставить ножку так ставить ножку так или следующий уровень называется уровень навыков или уровень способностей что такое навыки навыки это поведение сложенное определенным образом то есть можно просто ходить по улице да а можно ходить какой-то особенной походкой или можно просто ходить по улице а можно бежать каким-то определенным способом или можно просто говорить слова говорить слова все умеют говорить умеют все да но конкретно структурно доносить свои мысли это уже навык это уже способность я хочу чтобы вы обратили внимание на этот момент чем отличается уровень поведения от уровня способностей на уровне способности есть уже какая-то определенная стратегия то есть наши поведенческие паттерны складываются в какую-то определенную последовательность ну и дальше ребенок растет ребенок растет подвергается воспитанию своих родителей и у ребенка возникают какие-то убеждения какие-то установки относительно всего этого внешнего мира и так первый уровень окружения ребеночек родился по оказался в какой-то новый незнакомый для себя среды среде второй уровень это поведение ребенок начинает себя каким-то образом вести третий уровень навыки способности он начинает уже свое поведение применять каким-то определенным образом четвертый уровень он уже называется высоким нейрологическим уровнем уровень убеждений у человека растущего человека уже складываются какие-то определенные установки либо утверждения либо убеждения о внешнем мире он уже понимает что хорошо что плохо в его карте реальности в его семье убеждения появляются благодаря нашим окружающим людям да как правило это родители ну и так далее да и также мы убеждения формируем сами четвертый уровень высокий уровень называется уровень убеждения или уровень верования дальше дальше есть еще более высокий уровень то есть вот ребеночек растет и он уже понимает что хорошо что плохо есть какая-то убежденность в каких-то вещах что дед мороз существует или его не существует ну и так далее и дальше и дальше появляется самоосознание до понимание того кто я ребенок начинает задаваться этим вопросом и получает ответы или пытается сформулировать для себя ответы а кто же я такой и дальше по мере взросления у ребенка начинает появляться следующий вопрос а для чего я для чего вот эта идентичность для чего я для чего большего я существую таким образом получается 6 таким образом получается 6 нейрологических уровней окружение все что нас окружает поведение как мы себя ведем в этом окружении навыки и способности как мы складываем свои стратегии какие у нас есть навыки способности какие у нас есть возможности дальше убеждения и ценности это уже считается высоким то есть то что начинал то что выше уровня убеждения и ценности уже считается высоким нейрологическим уровнем дальше появляется потребность и часто люди взрослея задают себе вопрос а кто же я такой на самом деле и уже после того как человек осознал кто он такой он начинает задаваться более высоким вопросом какой смысл какой смысл или ради чего большего я существую вот 6 нейрологических уровней а теперь давайте разбираться как это все применить потому что в теории все красиво как можно применить со многими полеметными возможноmos после этого суть и из-за того что я существую из-за того что она такая структура всего это всеусы прислазон и ну всё это будет же так и ну и ну то есть что он внутри в т.д. ситуации мы всеaremos как раз и нормально считается что после того что мы убрали в т.д. обе возможной форме нормативность к т.д. значит конечно же я думаю что он может в том что он может получить свою форму более низкого уровня представьте себе египетские пирамиды если вот из-под египетских пирамид первый ряд убрать то скорее всего пирамидка вся развалится то же самое в структуре нашей личности происходит то есть если мы уберем уровень допустим окружение и поведение то скорее всего у нас не будет ни способности не убеждений не идентичности ничего большего поэтому здесь нужно осознавать что каждый уровень связан между собой и на каждом уровне на более низком уровне есть больше единиц информации чем на более высоком но на более высоком уровне эта информация она как-то интегрирована и дает единицы информации более высокого порядка надеюсь что несложно напишите в комментариях просто ли я объясняю сейчас будем переходить к простым примером как это все применять первое и самое простое применение это анализ общения анализ общения между людьми смотрите мы обычно во время обычного повседневного общения не поднимаемся выше третьего уровня мы общаемся на уровне окружения на уровне поведения и на уровне навыков способностей как это происходит обычно когда мы окружаются неприятно более тонкое ладони что Sean скрыт у нас и на уровне поведения как мы это делаем что мы их делаем вот здесь уже когда мы продолжим заниматься все слава и в разных классах еще не поднимаемся на уровень способностей здесь у нас идет такое осознание каких-то важных структур последовательности деятельности и так далее и так далее и так далее ну и дальше а вот дальше когда мы переходим уже на более высокие нейрологические уровни если мы анализируем общение с нашим собеседником вы будете замечать что человек который говорит о своих ценностях о своих убеждениях он замедляет очень сильно речь он начинает быть более вдумчивым например если я вам сейчас задам вопрос где вы сейчас находитесь и что вас окружает вы достаточно бодро и быстро на этот вопрос ответить а если вам я задам другой вопрос а что для вас ценно больше всего в жизни и что для вас важно во что вы верите в чем вы убеждены то здесь вы уже не так быстро сможете ответить на этот вопрос и вы поймете что вам нужно какое-то время подумать по осознавать и так далее и так далее и так далее очень часто поднимаясь на высокие нейрологические уровни здесь мы можем получить очень большой фидбэк очень большую обратную связь как позитивную так и негативную то есть если мы начинаем человека критиковать либо обесценивать то что ему ценно и то что ему важно то здесь скорее всего может возникнуть большой конфликт прям серьезный да потому что если я сейчас начну вам говорить какие-то неприятные вещи про ваших родных про ваших близких про ваше здоровье про ваш достаток и другие ценные критерии то скорее всего у вас начнет складываться очень сильно негативное обо мне впечатление за этим тоже нужно наблюдать а если я начну вас хвалить на высоких нейрологических уровнях например очень здорово что вы смотрите этот видеоролик и вы пытаетесь разобраться с тем что для вас важно вообще ценность развития я очень уважаю и люблю людей которые стремятся к развитию также если обратить внимание на то что вы сейчас смотрите этот ролик и хотите понять как же использовать модель нейрологических уровней я могу предположить что вы хотите улучшить свою жизнь может быть улучшить свое здоровье либо улучшить благосостояние и соответственно вы же не так просто это все делаете и мне будет очень приятно если вы напишите в комментариях для чего вы это делаете какой большой смысл вы ищете чтобы его осознать благодаря просмотру этого видеоролика и вот сейчас когда вы начинаете задумываться об этом я вам сейчас делаю комплимент на высоком нейрологическом уровне который относится к уровню убеждения ценности и это очень важно это очень важно осознавать следующее как применять пирамиду нейрологических уровней в обычном общении смотрите когда мы кого-то хвалим на уровне идентичность или способных или убеждения вот смотрите как мы присоединяемся на уровне идентичность когда мы конкретно человеку говорим кто он когда мы если мы человеку будем говорить ты мудак мы обесцениваем все его идентичность когда мы человеку предъявляем что-то такое типа ты дурак ты мудак ты еще там кто-то мы ему говорим что для нас он не хороший человек ну к примеру да и мы обесцениваем не только уровень его идентичности но и все уровни которые стоят под ним если мы человеку утверждаем что он дурак то мы говорим одновременно мы говорим сразу что все что все во что он верит это дурость какая-то все что ему ценно это дурость все его способности это дурость все в любое его поведение это дурость и любое его это что его окружает это все не имеет никакого смысла поэтому имейте ввиду что на уровне просто коммуникации тоже очень важно осознавать нейрологические уровни и понимать и одновременно мы можем дать человеку комплимент на высоком нейрологическом уровне когда мы про его идентичность, скажем, что-то хорошее. Например, ты такой классный человек, ты такой добрый, ты такой открытый, ты такой классный мужчина, ты такая классная женщина, ты такой классный отец, ты такая классная мама. И когда мы делаем комплимент на высоком нейрологическом уровне, на уровне идентичности, мы таким образом, мои дорогие, мы подтверждаем, что все ниже стоящие нейрологические уровни для нас тоже являются позитивными то есть если мы человеку сказали ты такой классный мужчина к примеру или такая классная женщина мы тем самым подтверждаем что и твои убеждения мне нравятся и что твои ценности мне нравятся и что твои способности мне нравятся что как ты себя ведешь мне нравится и что то что тебя окружает меня тоже очень нравится поэтому имейте ввиду критиковать лучше всего на уровне поведения как это просто применить нужно говорить человеку когда вы хотите кого-то покритиковать когда вы хотите кому-то дать какую-то не самую позитивную обратную связь вы можете спуститься на уровень поведения и сказать ты классный человек но иногда ты ведешь себя как мудак и это будет наносить нам намного меньший урон чем если бы вы просто скажете что ты ведешь себя как мудак или ты просто мудак то же самое с комплиментами мы можем делать комплименты поведению но если вы хотите чтобы комплименты возымели более серьезный такой ощутимый эффект хвалите идентичность хвалите то кем человек является это очень круто если говорить про уровень миссии или уровень который называется ради чего большего то скорее в обычном общении мы эти уровни вообще не затрагиваем наверное вряд ли вы сидите со своим супругом или супругой и разговариваете о том каждый день о том как ради чего ты существуешь ради чего наша семья существует там и так далее скорее всего нет скорее всего если вы и разговариваете на эти темы то вы разговариваете на эти темы искренне очень редко поэтому в обычном общении уровень миссия мы как правило не затрагиваем но имейте ввиду что общаясь на разных уровнях можно наносить как и разного уровня пользу так и разного уровня урон человеку все зависит от ваших задач дальше раз уж мы затронули тему взаимоотношений с помощью моделей нейрологических уровней вы можете провести очень хороший анализ своих взаимоотношений что для этого нужно сделать нужно взять модель нейрологических уровней окружение кто что окружает поведение кто что делает способности кто что умеет делать убеждение кто во что верит кому что ценно идентичность кто кем себя считает и миссия ради чего большего этот человек существует да и мы есть их вероятно но снейшим исходным мы можем сравнить к Teddy перейдить не вероятно в том что запомнил. можно найдет три объекта составляет выбора кaltra sheet это и она так далее подресняется мы можем сравнить в чем есть конфликт в чем есть какое-то несоответствие как правило все несоответствия мы находим на уровне убеждения ценности ну допустим у супруга мужчины есть ценность саморазвития а у супруги есть ценность допустим семья и дети и может быть конфликт жена может устраивать мужу скандалы по поводу того что он мало времени проводит с детьми а муж может устраивать скандалы своей супруги по поводу того что она ничего не читает и вообще не развивается здесь очень важно прям собрать всю пирамидку начиная от окружения заканчивая миссией и проанализировать а что у нас схожего что у нас похожего а что у нас не похожего и как мы можем с этим поступать к примеру когда вы провели анализ я это сейчас рассказываю просто из своей коучинговой практике когда приходят с запросами о семейных отношениях когда мы создали вот эти две пирамидки очень круто если люди это делают вместе в паре и когда они начинают осознавать когда они начинают осознавать чего не хватает каких деталей не хватает то они начинают лучше прислушиваться друг другу и находить какие-то общие ценности потому что если вернуться к этому примеру у мужа ценность саморазвития у супруги ценность дети то дети и семья то получается что когда мы об этом узнали нам нужно просто отнестись к этому как это действительно для меня важно и очень круто если вы в этом процессе еще объедините ценности какие у нас есть общие ценности а какие нам нужно каждому по отдельности взращивать в себе ценности чтобы наша семья становилась еще крепче то же самое происходит со способностями с поведением то же самое происходит с окружением какая у нас идентичность ты кем себя считаешь а кем ты себя считаешь и очень здорово если мы на уровне идентичности тоже сами поймем кем мы себя считаем и кем нас считает наш партнер потому что очень часто на уровне идентичности тоже может быть конфликт наш партнер считает ну допустим девушка считает своего мужа своим мужем а свой муж себя считает свободным мужчиной способным на все к примеру здесь тоже конфликт на уровне идентичности может возникать поэтому очень важно понимать кто кем себя считает и здесь вот проходит такой глубинный большой анализ двух людей будет очень круто если вы сможете это сделать в паре но также можно сделать это и по отдельности как это делать по отдельности если ваш партнер не готов к такому упражнению провести такой анализ вообще структуры своей личности по модели нейрологических уровней то вы можете это сделать самостоятельно составляете отвечая на вопросы начиная от окружения заканчивая миссии на все эти вопросы для себя а затем просто расположенная скромные sneak какой структуры именно они находятся ищут в копейки на душе приходит к этому physically его неpfled creating на эфир а если которым frameworks она себяasia описывает LTZ для себя ошиб Kimberly электро как значит другого человека на не порядке яadan cringe ответ exponents а где пожалуйста проводить меня пошли в том же Menthi Hall например ты «Грилера» каналами за Edit Passion Eliot знаю где те же Александр они думают что цены на что ли тебя важно какие у тебя есть навыки какие у тебя есть способности и так далее и так далее и потом вы просто проводя анализ поймите где происходит несоответствие где происходит какой-то раздрайль и задайте себе вопросом а как я могу это улучшить как я могу это изменить может быть у вас не появится какой-то ценности которая есть у партнера но во всяком случае когда вы её осознаете когда вы ее пропишите когда вы ее прочитаете может быть вы начнете хотя бы осознавать что это для него ценно и не нужно это уничтожать в нем потому что когда мы пытаемся изменить какое-то убеждение или изменить какую-то ценность у человека то тогда получаются у нас конфликты и недопонимания имейте это в виду дальше как можно еще использовать модель нейрологических уровней модель нейрологических уровней вы можете использовать как трансформационную технику то есть если вы хотите каких-то изменений у себя если вы хотите и каких-то изменений в себе вы можете просто начиная с самого нижнего уровня окружение поведение способности убеждения идентичность миссия проведите себя по нейрологическим уровнем начиная снизу вверх осознайте свою миссию и А потом, когда вы уже поняли свою миссию, причем миссия это не что-то перманентное и не что-то, что должно красиво звучать, это что-то, ради чего вы существуете, вы должны это понять и осознать. А дальше, удерживая в голове свою миссию, пройдитесь вниз по пирамиде нейрологических уровней. Если у меня миссия там, не знаю, нести свет людям, или у меня миссия развиваться, к примеру, я не знаю, какая у вас будет миссия, но тем не менее. Вот возьмите, моя миссия, к примеру, нести свет. Каким человеком я должен быть, чтобы нести свет? Вы уже меняете свою идентичность. Какими убеждениями я должен обладать, какими ценностями я должен обладать, что для меня должно быть важно, чтобы нести свет? Здесь вы найдете для себя несколько новых убеждений, либо несколько новых верований. Дальше. Какими я должен обладать способностями, чтобы нести свет? И вы задаетесь уже этими всеми вопросами в соответствии со своей, скажем так, миссией, в соответствии со своим предназначением, которое вы нашли, поднимаясь вверх по нейрологическим уровням. Дальше вы задаетесь вопросом, как мне нужно изменить свое поведение, чтобы соответствовать своей миссии, и как мне нужно или можно изменить свое окружение для того, чтобы соответствовать своей миссии. И это дает очень большую такую личностную трансформацию. И как вы уже поняли, еще один способ, как можно использовать модель нейрологических уровней, и ее можно использовать непосредственно для того, чтобы найти, понять и осознать свою миссию. Для того, чтобы найти и осознать, и получить ответ на такой вопрос, который звучит так. А ради чего большего я существую? Поверьте мне, когда вы понимаете ответ на этот вопрос, существовать или жить становится намного веселее и легче. Поэтому также модель нейрологических уровней можно, кроме как для трансформации, использовать для того, чтобы понять свое предназначение, понять свою миссию. Это очень круто. Ну, если отвечать еще раз на вопрос, а для чего вы, прогоняя себя по нейрологическим уровням, хотя бы просто снизу вверх, вы начинаете просто более структурно понимать, а вообще кто я, какой я человек, ради чего я существую и так далее. Почему это важно? Потому что иногда мы запутываемся в своих действиях, в своих поступках, в принятии решения, в ту или иную сторону. Иногда мы принимаем решения, которые не очень эффективны, которые не очень хорошо на нас влияют. Я говорю про какие-то простые решения, а вот делать, не делать, а поступать так или поступать так. И когда вы имеете свою уникальную структуру своей личности по модели нейрологических уровней, у вас все намного становится проще. Поэтому просто будьте активны, поставьте это видео на паузу, возьмите модель нейрологических уровней и проведите себя один раз. На это нужно буквально 20-30 минут. Но если вы проведете себя по модели нейрологических уровней снизу вверх и ответите на все вопросы, то вам уже не нужен будет никакой психолог. Вам уже не нужно будет искать себя и вы будете, вот смотрите, полчаса времени на себя уделить для того, чтобы иметь понимание, такое достаточно развернутое, широкое о самом себе. Мне кажется, это стоит того, поэтому рекомендую поставить на паузу этот видеоролик и сделать то, что я вас попросил. Ну а мы идем дальше. Есть еще один классный, полезный способ, как использовать модель нейрологических уровней. Это использовать ее при цели-полагании. Как это можно реализовать? Реализовать это можно достаточно просто. Представьте, что у вас есть какая-то цель. У вас есть цель, вы знаете ее, вы может даже ее определили по смарту, ну и так далее и тому подобное. Вот есть цель, вы знаете, чего вы хотите. А теперь, удерживая во внимании эту цель, задайтесь вопросом. Какое у меня должно быть окружение, чтобы я мог обладать этой целью? Дальше, следующее. Как я должен себя вести, чтобы я мог достичь эту цель или чтобы я мог обладать этой целью? Дальше. Какими навыками, способностями я должен обладать, чтобы у меня эта цель реализовалась, чтобы я мог ее достичь? Дальше. Поднимаемся на более высокий уровень. Во что я должен верить и в чем я должен быть убежден для того, чтобы моя цель была реализована? Следующий уровень. Поднимаемся на уровень идентичность. Каким человеком я должен быть, чтобы обладать этой целью? И на уровень миссии. Во что большее, ради чего большего я должен жить, чтобы в моей жизни была возможность реализовать ту цель, которую я хочу? На самом деле все очень просто, но если вы проведете себя по модели нейрологических уровней, осознавая свою цель и понимая, вы уже внесете в себя очень много изменений и начнете лучше понимать, чего вам конкретно не хватает для того, чтобы эту цель иметь. А это уже половина дела. Ну и последнее, что я хотел вам рассказать о модели нейрологических уровней, это как применять ее для бизнес планирования и бизнес стратегии. К примеру, у вас есть какая-то компания, какой-то бизнес, либо вы сотрудник этой компании, либо вы только собираетесь создать свою компанию. И вы можете задаться вот вопросом, а что такое окружение моей компании? Прямо можете писать, опишите, что окружает мою компанию. То есть мы компанию считаем как за единое целое, да, какой-то бизнес мы считаем как за единое целое. Это может быть предприятие какое-то, может быть это сфера услуг, не важно, вообще не важно. Что окружает? Ну допустим, давайте разберем салон красоты. Что окружает салон красоты? Во-первых, место, где он находится. Дальше, это сотрудники, есть такое. Дальше, это клиенты, есть такое. Дальше, это какие-то партнеры, есть такое. Это поставщики расходных материалов, есть такое. Это налоговая служба и так далее, и так далее, и так далее. то есть перечисляем все что окружает вот эту компанию дальше поднимаемся на уровень более высокий а как себя ведет эта компания как себя ведет эта компания как себя ведет этот салон красоты и можно обратиться к более низкому уровню окружения и задаться вопросом как ведут себя клиенты как ведут себя сотрудники как ведут себя налоговая служба как ведет себя поставщики и так далее и так далее и так далее очень важно это осознать дальше а какие способности есть у этой компании на что она способна какие у нее есть возможности задаемся вопросом что может делать этот салон красоты и здесь уже появляются услуги какие услуги мы оказываем как мы их оказываем с помощью чего их мы оказываем благодаря чему их оказываем какие у нас есть способности в общении там с налоговыми службами какие у нас есть способности в общении с клиентами какие у нас есть способности в общении с сотрудниками между собой и так далее так далее так далее понимаете что здесь уже начинает появляться более серьезная структура я кстати когда работаю с руководителями компаний я очень часто прогоняю вместе с ними их бизнес через модель нейрологических уровней и тогда бизнес начинает работать лучше дальше какие есть убеждения и ценности у этого салона красоты как какие есть убеждения и ценности у этой компании в целом следим за качеством работы для нас самое главное это удовольствие клиента для нас самое главное вот это вот это вот это вот это вот это вот это здесь очень важно осознать эти ценности какие в целом для этого салона красоты есть важные вещи какие есть важные убеждения какие есть важные ценности но дальше поднимаемся на более высокий уровень а вообще этот салон красоты он кто да можно задать такой вопрос здесь обычно помогает метафора да он не знаю цветок в нашем городе он не знаю маленькая черепашка кто угодно это уже собственник бизнеса определяет вот идентичность да вы находите какую-то метафору идентичности ну и дальше поднимаемся на самый высокий уровень это уровень миссии уровень смысла ради чего ради чего этот бизнес вообще существует ради чего большего он существует и проведя свою компанию через эту модель вы начинаете уже понимать и осознавать как это все у вас работает то же и здесь вот покiscilla выйдите возможно поднимемся конечно будет заметить до краux он должен быть iloobnaren но и эта корпоративная обидность вот почему это да еще можно inhabit как весьма desk нам нужно желать есть тоже очень можно много найти интересных возможностей и подводя итог друзья что у нас получилось сколько есть способов из тех которых я знаю первое это личностная трансформация когда мы проводим себя снизу вверх сверху вниз дальше использование нейрологических уровней в общении мы на разном уровне можем создавать разные глубины доверия между тем и людьми с которыми мы общаемся дальше проанализировать отношения про анализировать отношения и уладить все конфликты причем отношения не обязательно между супругами могут быть отношения между сотрудникам и подчиненным могут быть отношения между с между приятелями и так далее это тоже все применимо и так еще раз повторяем трансформация общение отношения что еще бизнес-стратегия целеполагания структурирование личностного опыта и поиск миссии у меня получилось 7 может быть даже больше я буду очень благодарен вам если вы под выпуском этого подкаста напишите свои способы применения модели нейрологических уровней и это будет очень большим вкладом в целом в развитие нашего сообщества и очень круто будет очень круто если вы поделитесь этим видео с тем человеком кому это действительно необходимо в нашем видео будут тайм-коды где я рассказываю о разных примерах поэтому вы можете прямо делиться тайм-кодами ну а на этом у меня сегодня все с вами был юрий пузыревский это был второй выпуск нлп подкаста где мы разбирали модель нейрологических уровня пирамида делца